Приветствую вас, аноним. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В первую очередь я бы хотел сказать, что речь не совсем о том, что мужчина не хочет отношений с вами, потому что по факту вы уже находитесь в отношениях с мужчиной. Вопрос только в том, в каких отношениях. Потому что, ну, я имею в виду, в тех ли отношениях вы находитесь, в которых хотите, например, находиться. А вам в целе это отношения, которые вам нужны. И если это не те отношения, которые вам нужны, например, то для чего вы находитесь в текущих отношениях, чего вы хотите, а самое главное, как вы относитесь именно к мужчине. То есть означает ли это, например, что вы хотите сделать счастливым его, или вас интересует ваше счастье. Если первое, то прекрасно, если второе, то тоже замечательно, но необходимо эти вещи разграничиваться. Поэтому в отношениях с мужчиной вы находитесь уже вне всякого сомнения, наоборот в том, что это за отношения. Это первое. Второе. Речь идет скорее о том, как каждый из вас воспринимает близость. И выглядит все так, что мужчина не хочет с вами сближаться. Сближаться на какую-то большую степень, чем есть сейчас. Просто не хочет сближаться. Что за этим стоит? Страх сближения, нежелание сближения, потребность в том, чтобы вас использовать. Это, к сожалению, неизвестно. Потому что мы здесь говорим о третьем лице. Но что куда важнее в этой ситуации, это, пожалуй, то, что, первое, вы тревожны. То есть вы чувствуете себя зависимый, может быть, использованный и так далее, да? То есть получается, что в отношениях вы нарушили свои личные границы, начали с собой жертвовать. И второе, это то, что вот, собственно, ваша энергия, которую вы направляете на своего партнера, она, образно говоря, здесь выглядит в форме инвестиций. Когда вы что-то вкладываете в отношения и надеетесь получить что-то взамен. А взамен вы ничего не получаете, потому что это не инвестиции, это не вклад. И все, что вы делаете для человека, может вам не окупиться. Это абсолютно нормально. И вот то, что вы оказались в такой ситуации, когда вы сожалеете о времени и о труде, потраченных вам на, собственно, человека, на мужчину, может говорить о том, что вы выстраиваете отношения, мягко говоря, в деструктивном ключе. Пытаясь через них, через отношения, через машину определенного типа реализовать то, что вам хочется. Ну, собственно говоря, сформулировать то, что вам хочется, можно сейчас относительно просто. Хочу отношения. Зачем мне отношения? Для чего они мне? Лично мне нужны, зачем? А, и получается, что ради отношений вы готовы и пожертвовать с собой. Ради отношений вы готовы, что вы готовы и терпеть неподобающее отношение мужчины к себе, то есть принижаться, да? И прочее, 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 прочее. Следующий важный момент. Вам неприятно, когда вас игнорируют, вы сдерживаете, чтобы ему не написать. Здесь есть элементы любовной зависимости. Это первое. Второе, здесь есть то, что называется незаполненность собственной жизнью. То есть вы не чувствуете, что ваша жизнь полна, вы заполняете ее, в данном случае, мужчиной. Кроме этого, вам, вероятно, ничего не интересно. Ничего не интересно на глубинном уровне. Это не означает, что у вас нет хобби, это не означает, что вы не работаете, не развлекаетесь. Наверное, на глубинном личностном уровне вас может быть не особо чего интересует. Это называется экзистенциальный голод. Или смысловой вакуум. С этим тоже нужно работать, чтобы на первом месте, на первом плане у вас все-таки были не люди, а ваши цели. Вы сами. И вообще потом все остальное. Нет, я, конечно, могу предположить, что у вас влюбленность и страсть. Но, опять же, без какой-то заимности это лишено смыслом. В целом, мне кажется, что мужчина не предполагает, что вы можете куда-то деться. Мужина не предполагает, что вы можете уйти. И для вас это, ну, далеко не лучший расклад, когда мужчина не ценит вас. Еще я бы сказал, что у вас есть некая проблема с самооценкой. Безусловно, не во всем. То есть это не значит, что вы принижаете себя всюду и вся. Вот. Нет. Это значит, что вы принижаете себя там, где, как бы, проявляют себя ваши желания. И, соответственно, вы себя сверх цените там, где ваши желания не проявлятся. Ну, такая компенсация получается. Из-за чего, я думаю, тоже ваш психологический образ, психологический портрет существенно искажается. Но это уже понятно из области предположений. То есть это наверняка не сказать нельзя. Таким образом, необходимо гармонизировать ваше внутреннее состояние, разобраться с вашими проблемами, противоречиями, конфликтами, может быть, страхами. Может быть, импринтингом. Это запечатленный образ, который может существенно влиять на выбор мужчины вами. Вот. И уже тогда можно будет как-то вам куда более легче выступать в роли потенциального партнера. Выступать в роли женщины, выступать в роли друга. Во всех смыслах этого слова. Вот. И так далее. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация будет для вас разрешена самым наилучшим образом. Ага. Продолжение следует...